Полчаса стоим. Либо проходит полный, не останавливается, либо заталкиваемся, вот так запихиваемся. Два года стало только позже. Да, да, на работу опаздывается. Студенты вышли на учебу, а копейчане вышли на охоту за автобусами. Осенью проблема с общественным транспортом обострилась. У жителей от такого трафика мотор ревет. Если на первых остановках еще можно протолкнуться, то на последующих не то чтобы сесть, даже не залезть. Видимо, скоро придется прибегнуть к услугам спецработников японского метро. Нет транспорта нигде. Вот так вот и стоим часами постоянно. Интервал по 30 минут, это нормально. Благодаря вот этим маршруткам мы еще как-то добираемся. 40 минут приходится ждать. Что с работы едешь, что на работу ехать невозможно. 123 автобус, он никак проблемы не решает. Разрешить транспортный коллапс должны были новые 123 автобусы. Но и они не вывозят. Зеленые попросту захлебываются в городском трафике и ходят по липовому расписанию. А популярные маршрутки не справляются с пассажиропотоком. К тому же их существенно сократили. Утром так уже всегда так ездят. Потому что не хватает маршрутки. Потому что жалобы много и выбирают машины. Все. Чтобы хоть как-то вырулить из закрученной ситуации, мы отправили официальный запрос в Министерство транспорта региона. Но ответа так и не получили. Видимо, руководство ведомства пытается съехать с проблемы. Секундочку, подождите, пожалуйста, сейчас я посмотрю у кого. Может быть, даже еще у директора. Потому что его срочно вызвали в Министерство. Мы уехали. Сейчас, секундочку. Если бы директор отписал до сегодня, я бы сориентировала бы на специалиста. Транспортная реформа выглядела задумкой на рубль. Но по исполнению вышла снова копеечка. Если осенью режим ожидания выглядел еще терпимо, то с наступлением холодов он станет уже невыносимым. Василий Ермоленко, Андрей Грещук, 31 канал.